В семье Ивана Сергеевича Курочкина все было в полном порядке. Кооперативная квартира, прекрасная обстановка. Любимая жена не работает, потому что денег и так хватает. Жизнь удалась. Но однажды, выйдя на работу, он просто застыл от ужаса, увидев, что висит на его двери. Его встречал траурный венок. Это было предупреждение, черная метка. Это был привет от Монгола. Человека, который заставил вздрогнуть всю Москву. В начале 70-х он взбил советское болото до крепкой пены. У него было много большой дороги. А он именно заложил основы организованной преступности. Это, можно сказать, дедушка рэкета. Со стороны ничего особенного. Едет обычная машина. Но вот она сворачивает в лес. И какие-то угрюмые личности достают из кузова гроб. Оттуда доносится сдавленный крик. Водитель извлекает из багажника строительные инструменты. И тот, кто лежит в гробу, слышит характерный звук двуручной пилы. И вот он лежит, представьте себе, в гробу. Темнота, забит гвоздями. И пила. Ручная пила. Так, так. Вжиг, 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 вжиг. То есть пила пропиливает, доходит до одежды, доходит до тела. Несчастный в гробу понимает, это не аттракцион Игоря Кио, который ловко распиливает, а затем собирает вновь своих ассистенток. Ему пора прощаться с жизнью. Жертва еще не знает, что за него взялась самая страшная в СССР банда Монгола. И пилой орудует палач. Так называют самого безжалостного отморозка в бригаде. Он вечно в психушках был. Его признали шизофреником. Ну, такой шизофреник, не глупый шизофреник. Ну, и не умный шизофреник. Но он был от природы садист. Палач и садист. В конце 60-х годов большинство советских людей получает зарплату в 120 рублей и растягивает ее от получки до получки. За границу никто не ездит. Развлечений мало. Все силы уходят на добычу продуктов и сносной одежды. Люди, которые получают 300 рублей, считаются королями жизни. Единственный источник информации – телевизор и газеты, где рассказывают исключительно о достижениях народного хозяйства. Передавали, что вот мы урожай собрали, вот мы новый стан открыли стальной, скажем там, вот новый завод построили, вот что-то там, мы оказали помощь Африке, там, так далее, так далее. Но никто не писал, что существует преступность, и она не умирает, и она не уменьшалась, преступность. Наоборот, с ростом населения она и росла. Сидя в одной камере со знаменитым вором в законе Васей Брильянтом, Геннадий Корьков сумел за короткое время абсолютно втереться в его доверие. Вася Брильянт увидел за молодым человеком большое будущее. Паренек жесткий, хваткий, смышленый. Такие очень нужны. Не тупая шантропа. В колонии как раз вот он и приобщился к криминальному миру, завел полезные знакомства, и хотя вот он, в общем, занимал еще самую низшую ступень в этой иерархии, как козырной фраер, но, тем не менее, у него же были полезные цветы. Геннадий Корьков родился в Москве в 1930 году. В начале 60-х получил три года лишения свободы за кражу. Колония общего режима в Боровске стала его высшим учебным заведением. Из нее он вышел с четким пониманием, как наладить свое криминальное дело, в котором он будет все решения принимать только сам, а не бегать в шестерках. За азиатскую внешность Корьков еще на зоне получил кличку «Монгол». Он очень хитрый, очень такой вот, я бы сказал, дальновидный, мог на два-три шага прочитать ситуацию. Очень хороший был психолог, умел к себе подтянуть людей, то есть уголовно-криминальный элемент. При выходе из мест заключения «Монгол» получил от оставшихся досиживать авторитетов так называемую «маляву», выражая светским языком «рекомендательное письмо». Его встретили, одели, обули, накормили. И эти уголовники были первыми кадрами, которых он уговорил начать новое дело с ним. Он сумел собрать под свое крыло достаточно серьезных людей, которые в преступном мире среди братвы ценились как удачливые и достаточно умелые воры. С кем работать, «Монгол» решил. Оставалось понять, чем заняться. Гениальная идея осенила его однажды в ресторане. Он подметил, что шире всех здесь обычно гуляют торгаши, граждане, имеющие доступ к дефициту, руководители баз и универмагов различных точек общепита. Торговая мафия была самая богатая вообще элита теневого бизнеса, потому что ничего не было. А если поступало, то, естественно, все поступало уже к ним, и они уже его продавали, как спекулянты. О своих наблюдениях «Монгол» рассказал на ближайшей сходке. Дела в бригаде шли неплохо. Бандиты промышляли обычными квартирными кражами и грабежами на улице. Но «Монгол» объявляет принципиальную смену курса. Хватит тырить по мелочи. Начинается крупная игра. Братва, сказал он, мы открываем новое время. Начинается золотой век. Увидев, что вокруг происходит, что есть богатые люди, которые живут на нетрудовые доходы, он начал окучивать их. Одной из первых жертв банды «Монгола» стала директор популярной шашлычной на ленинградском шоссе Антонина Ломакина. Шашлык в Советском Союзе был символом красивой жизни. Мяса в стране было мало, а вкусное, да с эффектной подачей, об этом мечтали все. Палочка самого обычного шашлыка стоила 3 рубля. Огромные деньги. И Ломакина, воруя вырезку и нагло обвешивая гостей шашлычной, имела огромные доходы. Антонину Ломакину, женщину ушлую хитрую, судя по всему, и умную. Бандиты сдачили машину и катали по городу несколько часов. Один из бандитов всю дорогу ей тыкал вбок ножом. Антонина плакала, молила ее отпустить, но все это было бесполезно. Члены банды «Монгола» твердят одно – отдай деньги, все, что есть. Через 4 часа она согласилась. И ее повезли домой. Она приехала на квартиру, начала кричать. Кричать, и они убежали. Не стали ее брать. Дома Антонина заглушила стресс алкоголем и стала думать, обращаться ли ей в милицию. Решила, что делать этого не нужно. Такое решение будут принимать потом почти все жертвы «Монгола». Потому что в противном случае привлекут и их. Как людей, которые живут на нетрудовые доходы, занимаются нелегальным бизнесом. Прошло две недели. Антонина почти забыла пережитый ужас. Но снова при выходе из подъезда попала в лапы тех же лиц. На этот раз они повезли ее в лес, где заставили рыть себе могилу. Это станет потом фирменной фишкой банды «Монгола». Когда Антонине набросили на шею веревку и повесили на пару минут на дерево, она перестала твердить, что зарабатывает всего 140 рублей в месяц. Она уже вообще не могла говорить. Пытали ее три дня. И в итоге бросили далеко от Москвы, надев на шею похоронный венок. Она еле добрела до трассы и на следующий день отдала бандитам все свои богатства. Банда «Монгола» проявила редкую мелочность. Вынесла из ее квартиры, кроме денег и бриллиантов, все, включая мебель и даже посуду. Но Ломакина благодарила Бога, что осталась жива. 13 октября 2009 года на Ваганьковском кладбище хоронили Вячеслава Иванькова, знаменитого япончика. Пуля киллера попала в него возле одного из московских ресторанов. Жил он за рубежом, а в Москву приехал уладить конфликт двух мощных криминальных группировок. Гроб был покрыт флагом России. В траурной процессе шло не меньше трехсот человек из своих, из криминального мира, и уважаемых граждан, которые тоже держали Иванькова за большого авторитета и были ему чем-то обязаны. В январе 1972 года в Москве была разоплачена организованная преступная группа, возглавляемая Корьковым Геннадием Александровичем, 1930 года рождения, известным вором в законе под кличкой Монгол. Наиболее активными участниками преступной группировки Монгола были Иваньков Вячеслав Кириллович, 2 января 1940 года рождения, уроженец города Москвы, уголовная кличка Япончик, и Быков Владимир Васильевич, 1937 года рождения, уголовная кличка Балда. Последний был приговорен к 13 годам лишения свободы. Япончику удалось уйти от наказания. Монгол дал команду своим ребятам, которые любой ценой Иванькова отмазать. На него показаний не было вообще. Когда арестовали Монгола, то Монгол оставил наследство Иванькову, и Иваньков должен был заменить его. Монгол, Япончик. Оба получили свои клички за раскосые глаза. И Вячеслав Иваньков был хорошим учеником, и во многом превзошел своего учителя. В середине 80-х он создаст криминальную группировку уже нового типа, еще безжалостнее и наглее. Еще на первой встрече, когда молодой Вячеслав Иваньков только сватался в бригаду Монгола, он удивил предводителя банды хорошей физической формой. А на следующий день предложил интересную идею украсть милицейскую форму и заниматься вымогательством, играя роли работников правоохранительных органов. И Монгол очень быстро оценил его способности. И он как бы стал делать ставку на него, как на своего будущего преемника. Лозунгом банды Монгола могло быть выражение «Грабь награблены». Они вымогали деньги у тех, кто тоже нарушал закон. Взяточников, владельцев подпольных цехов, спекулянтов и других барыг, которым, по мнению советской власти, место на скамье подсудимых. Но при этом Монгол, конечно, не был Робин Годом, который раздает отнятое у богатых бедным. Чистое корыстное побуждение. Все. Жажда личного обогащения. Какая здесь ненависть. Это не классовая борьба. Задачей было не только отнять то, что есть, но и поставить жертву, как станут говорить позже, на счетчик. Чтобы она продолжала заколачивать большие деньги и отчисляла банде Монгола 10% от всех доходов. За три года масштабного террора буржуев Монгол обложил данью больше сотни богатых граждан. Утиги, кстати, утиги, вот эти первые раскаленные утиги, именно Монгол применил, как форму воздействия на людей. Одного такого теневика, по-моему, из Тулы, распиливали дважды, а одного и вообще закопали, а потом выкопали в гробу. В Советском Союзе не было ночных развлечений. Хочешь праздника – иди в ресторан, но в 23.00 он закроется. До полуночи работали только бары в гостиницах, где жили иностранцы. Был еще круглосуточный буфет в аэропорту Вноково. Если хотелось гулять и продолжить распитие спиртных напитков, ехали туда. Михаил Звезденский был директором ресторана «Сатурн», который в обход всех законов превратил 70-й в настоящий ночной клуб. Располагался он в неприметном доме, окна у него всегда были плотно занавешены. Но вход в него стоил 100 рублей – почти месячную зарплату инженера. Это был элитный ресторан. Там были и известнейшие артисты, и деятели культуры, солисты Большого театра, к примеру. Были и представители богемы, творческие интеллигенции, номенклатурные работники. Особо почетной гостьей была Галина Леонидовна Брежнева, которая обожала творчество Михаила Звезденского и имела много денег и сил для веселья на полную катушку. Послушать блатные песни собиралась вся теневая Москва. Каталы, цеховики, валютчики, фарцовщики, путаны и прочие граждане с нетрудовыми доходами. Мог этот кто-то из цеховиков взять вот эту упаковку по 25 или по 100 или по 50. Ну, то есть 10-5 тысяч или 2,5. Там надрывалась упаковка банковская и так бросал сверху эти... Деньги падали вот так. Ну, а я пою, хожу по ним, брожу по этой куче денег. Все люди, у которых водились деньги, с одной стороны, хотели праздника. Где-нибудь красиво развлечься, блеснуть нарядами, с размахом выпить и покушать. Но каждая вылазка в свет могла кончиться плохо. Можно было попасть на крючок ОБХСС, чьи агенты подмечали по злачным местам особо разгулявшихся буржуев. Или хуже того, попасть в поле зрения криминального мира. Корейка, который, этот тайный миллионер, он же скрывал нас всех этот миллион, понимаете? Вот. Так Остав не мог потратить эти деньги. Вообще жизнь была не приспособлена к миллионным доходам. Но ресторан «Сатурн» считался местом для своих, где можно было расслабляться без опасений, что завтра красивая жизнь закончится. Здесь сорили деньгами, устраивали стрелки с нужными людьми. В общем, ничего не боялись. Не подозревая, что два раза в неделю лучший столик здесь занимает человек, чье имя вызывало у всех цеховиков и торгашей холодную испарину. Глава самой страшной московской банды – Великий Монгол. И его правая рука – Вячеслав Иваньков. По кличке Япончик. Они часто вдвоем приезжали с японцем. Вячеслав Кириллович. Я с ним, кстати, больше дружил, с Иваньковым, со Славой, да, и больше общался. Гена такой суровый был и не очень разговорчивый. Звездинский вполне подходил под их понятие сладкого клиента. Богат, жирует на нетрудовые доходы. Но Монгол и Япончик певца не трогали и подчеркивали свое уважение, периодически предлагая помощь. Вопрос у них всегда был. Мишенька, никто не обижает там, Мишаня, никто не наезжает, никто. Я говорю, да нет, слава богу. Зная о том, что вы со мной, то кто посмеет. Дела у Монгола шли прекрасно. Но то, что он устроил в Москве, категорически не нравилось авторитетам, чья криминальная биография была гораздо длиннее. Однажды столичные воры в законе собрались, чтобы решить, что делать с этим наглым выскочкой. Воровские законы старого советского периода категорически запрещались. Заниматься рэкетом по тем законам было категорически запрещено. А именно Монгол фактически это нарушил, потому что он, один из первых, стал осуществлять этот рэкет, налет на теневых дельцов. Кроме этого, Монгол сотрудничал с милицией, что было нарушением кодекса воровской чести по пираниям всех основ. И самое страшное, Монгол начал трясти держателей воровских общаков. Авторитеты вызвали его в ресторан-вареники и в лицо назвали крысой. Монгол ответил, что они сами нарушают воровские законы. Пришли на стрелку вмазанными, и разговаривать ему с ними не о чем. Тут же при нем приняли решение в этих варениках Монгола зарезать. Монгол их выслушал и сказал, нету лучше карате, чем в кармане два ТТ. И достал из кармана действительно два пистолета ТТ, и навел их на присутствующих, и спокойно вышел из этого подвала. Когда на свободу вышел знаменитый вор в законе Вася Бриллиант, то одна из первых встреч у него была с Монголом, которого он когда-то благословил на большое дело. Он призвал ученика вернуться к жизни по старым понятиям. Никакого рэкета, никаких связей с ментами, никаких процентов от доходов теневиков. Это расслабит воров, и без краша убийств они потеряют квалификацию. Но Монгол с ним не согласился и продолжил делать, что хотел. Монгол явился таким катализатором в какой-то степени этих процессов и вообще процессов, происходящих в преступном мире. Старый преступный мир со свойственными ему традициями, уставами, законами, он уже постепенно отходил в прошлое. Он уже, в общем-то, выглядел таким, ну, застывшим мамонтом, так или иначе, вымирающим. В банде Монгола было 30 человек, но особо он ценил 4 бойцов. Вячеслава Иванькова по кличке Япончик за оригинальные идеи блестящие спектакли с переодеванием в милиционеров. Павла Быкова по кличке Палач за безжалостность и изощренную жестокость. Это он придумал все самые страшные пытки и истязал не только теневиков, но и членов их семей. И родственников вешали за ноги и начинали пытать. Раскаленный утюг, это удушение петлей, это кунание головой в ванну, в воду, это тыканье ножом, когда жертву везли на машине, в другое место. Надежной опорой монгола был еще Лев Генкин по кличке Сиська и уголовник по кличке Колымский. Или, как его еще называли, битумщик. Он расправлялся с жертвами, выплескивая им в лицо горячий битум. Там он отсидел 12 лет за то, что живого человека облил бензином и жег. Банда имела огромные деньги. Но рядовые бойцы были абсолютно нищими. Большую часть забирал себе предводитель преступного сообщества. И можно сказать, что работали уголовники на него за интерес. Им просто очень нравилось дело, которое придумал монгол. Бандиты имели разветвленную сеть информаторов. Это были фарцовщики, валютщики, проститутки. В общем-то, они давали наводки. И, так сказать, поскольку имели дело тоже с представителями теневого бизнеса, криминального мира. Вот у них была хорошая клиентура. За все полученные сведения им хорошо платили. И со временем монгол сообразил, что в осведомители нужно брать еще продавцов ювелирных и меховых магазинов. Кто отхватил кольцо с большим бриллиантом или роскошную шубу при покупке особо дорогих вещей гражданин должен был показать паспорт и показать справку о природе своих доходов. И его личные данные становились известны продавцам. И, соответственно, людям монголы они подсказывали, так сказать, кому можно прийти с визитом. Богатеньких выслеживали также в комиссионках, где советские буржуи искали импортную технику, дорогую старинную мебель и ювелирные украшения. И, конечно, в антикварных магазинах. Страстью к ценным вещам из глубокого прошлого в советское время отличались почти все высокие чиновники, всевозможные цеховики, матерые спекулянты, директора крупных магазинов и баз. А также представители богемы, чье творчество особо нравилось власти. Народные артистки обставляли квартиры гарнитурами 19 века и носили бриллианты, место которым в музее. Это были люди творчества, это были верхушки артистические, художественные, писательские, руководство соответствующих творческих союзов, писателей, композиторов, художников. Это были огромные заработки. Они ничем не были лимитированы. В начале 70-х в Москве беспрерывно обсуждают крупные кражи из квартир богатых граждан. Это была настоящая атака криминального мира. Выносят иконы, картины, ювелирные украшения и даже мебель. Любители антиквариата живут в постоянном напряжении, особенно те, кто нажил свое богатство преступным образом. За ними охотятся сразу несколько криминальных группировок. Особой наглостью отличаются грузинские банды, умеющие вскрывать самые сложные замки. Идеология людей, которые, допустим, ставили такие квартиры, вот тот же Горбатый, он что рассказывал? Он говорит, я брал только негодяев. Я говорю, что значит негодяев? Ну, он говорит, я же знаю, откуда эта коллекция. Я же понимаю, что она на человеческой крови. Я считаю, что у меня было право шваркнуть их. Директор антикварного магазина на Октябрьской Вальдемар Миркин сколотил огромное состояние и считался одним из самых богатых торгашей Москвы. К нему в поисках какой-нибудь ценной картины или китайской вазы обращались все сливки столичного общества. Смешно говорить, но антиквариат в то время тоже был дефицитом, как и колбаса с приличной одеждой. Миркин оброс колоссальными связями. Разумеется, вот наиболее ценные товары Миркин удерживал для нужных людей. И, соответственно, у него были большие связи и вполне понятно, большие деньги. для внедрения к антикварщикам монгол использовал особых членов своей банды. Это были хорошо одетые грамотно говорящие люди, как правило, с высшим образованием. Не придет урка, непонятный, вот с такими синими татуированными руками и не скажет, слушай, я вот интересуюсь иконой 16 века. А здесь должен быть специалист, который бы вошел в доверие, который бы узнал бы реальные доходы. О нем все, член состава его семьи, его слабые стороны. Миркин не знал, что уже давно на крючке монгола и ничего не предчувствовал. Однажды к нему подскочили двое мужиков, скрутили руки и запихнули в машину, где заставили улечься в гроб. Газель тронулась и поехала за город. Некий инспектор ГАИ остановил вот этот грузовик, все нормально, в медицинской форме, вышел на обочине дороги и своим жазлом затормозил эту машину. Покажите груз. Что видите? Люди монгола представились как работники на похоронном бюро. Значит, вот везем на кладбище. Тут у нас покойник. Покойнику Миркину подать бы голос, но от ужаса он не мог издать ни звука. И вдруг расстается выстрел. Бандиты убили милиционера, который настаивал на том, чтобы они открыли гроб. Стреляет милиционер в спину, он падает. Убийство, значит, убили милинта. Что делать? Теперь этого надо мочить. Когда бандиты отъехали от места убийства и заехали в лес, Миркин уже считал последние секунды жизни. Раз он стал свидетелем убийства сотрудника милиции, то в живых его не оставят. Он был готов на все, чего члены банды Монгола и добивались. Он все, естественно, подчистую им сдал. Этот Вальдемар Маркин он все сдал. Все, что было у него, он как бы отдал. При этом Миркин так и не узнал, что это был грандиозный спектакль. В роли мента был Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Никто его не убивал. Все это шоу было устроено, чтобы насмерть напугать антиквара. Он отдал банде Монгола все свои богатства. Деньги, золото, лучшие образцы своей коллекции антиквариата. И даже позвонил своей сестре в Харьков с просьбой прислать еще 10 тысяч рублей. В те страшные дни он готов был заплатить за жизнь любую цену. Кроме того, они были вооружены и вооружены не просто а вооружены огнестрельным оружием. Это в то время было, это вообще крайне редко и очень было такое неординарное явление. В 1972 году в управлении КГБ по Москве состоялась невероятная встреча. Информаторы, работавшие на Комитет Государственной Безопасности, передали, что столичные воры в законе просят сесть за стол переговоров. Это было впервые в истории работы органов, когда цвет преступного мира добровольно вышел на контакт с милицией и КГБ. Уникальная картина по одной стороне стола все полковники Советской Госбезопасности, сотрудники государственные наши деятели, а по другой сторону как раз руководители совсем иных структур, криминальных, бандитских. Воры в законе никогда не сотрудничали с властью, но на этот раз сочли своим гражданским долгом заявить о страшной на их взгляд проблеме. В Советском Союзе зреют криминальные силы, которые способны разрушить государство. Воров в законе обеспокоил тот факт, что нарождающаяся криминальная буржуазия начинает сращиваться с партнерной клатурой. И соответственно, это подкоп не только под нормальной государственной структурой, но и под самих воров в законе. В 1965 году Алексей Косыгин, председатель Совета Министров СССР, пришел к выводу, что нужно радикально перестроить производство товаров народного потребления. Страну опоясали очереди несчастных граждан, которые не могли достать без мучений даже элементарные товары. Чтобы купить себе новые ботинки, рядовой потребитель должен был потратить несколько дней, выследить, отстоять большую очередь и получить негнущийся ужас, неудобный и некрасивый. А хочешь чего-нибудь получше, плати спекулянтам или ищи знакомых среди работников торговли. Кто-то решает, куда, какие, из каких фондов будут отпущены продукты питания, как они будут проданы, будут ли они проданы через прилавок или они будут проданы через заднее крыльцо, кто получит деньги. Косыгин решает, нужно дать предприятиям большую самостоятельность, то есть позволить директорам без оглядки на всесильный госплан выпускать продукцию по своему усмотрению. По сути, это были некоторые элементы свободного рынка. Если бы тогда пошли по пути развития программы Алексея Николаевича Косыгина, который расписал все, как должно развиваться социалистическое государство, а что в двух словах посмотрите на Китай на сегодняшний, они как раз пошли по пути программы Косыгина. Всего за два года в конце 60-х объем промышленного производства вырос в полтора раза. Но вся эта экономическая оттепель вызвала и бурный расцвет теневого производства. По всей стране застрочили машинки цеховиков, которые организовывали свой бизнес прямо на государственных предприятиях. Рабочим объясняли, что работа в третью смену будет хорошо оплачиваться, и все складывалось просто прекрасно. Из украденных остатков сырья на казенных станках строчились партии одежды и обуви, которые нигде не учитывались и с успехом реализовывались с помощью замазанных в схему работников торговли. Подобного рода цеха, да, они в большей степени стали прикосыденными, потому что не только на войну надо работать, танки, самолеты и так далее, а надо было народ обеспечивать и кофточками, и юбками, платьями. Цеховики зарабатывали миллионы, умело ловили тренды. Когда страна увидела на Муслиме-Магомаеве купленный в Италии болоньевый плащ, то просто сошла с ума. О шуршащем дождевике мечтали миллионы. На запуск любой новой модели на государственном предприятии уходило года три, а цеховики наладили производство болоньи быстро. А что это такое? Это клеенка и все. Они покупали километры этой клеенки, эти либала, Болония, Мадын Итали. И все. Брался цех, 20-30, швея мотористка, и они сидели, допустим, помещение, там, комната на 40 метров, на 50, зал какой-то. И они строчили с утра до ночи эти плащи. Дело это было прибыльное, но, конечно, рискованно. Ведь советские законы обозначали подобный бизнес, как хищение государственной собственности. И пойманных за руку цеховиков могли надолго упечь в тюрьму или вовсе поставить к стенке. Считалось, что они подрывают основы социалистического государства. Понимаете? Вот, не то, что он там, его не судили за то, что он шьет джинсы, а судили за подрыв основ государства непосредственно. Но цеховики умело вовлекали в свой бизнес и милицию, и городские власти, и даже секретарей обкомов. Платили взятки и давали на постоянной основе откаты. Это был настоящий спрут. Очень мощная мафия. О чем и говорили на встрече в КГБ обеспокоенные воры в законе. Это они, коронованные по всем правилам короли преступного мира, всегда определяли правила жизни. А выходит, что они теряют власть. Потому что возникает уже новый криминал с совершенно новыми законами. Поэтому консерваторы-воры условно предложили такое сотрудничество так или иначе. В плане информирования, определенной помощи и так далее. Благодаря продуктивному разговору с форами в законе милиция стала известна про банду Монгола, который тоже был толстой костью в горле у всех московских авторитетов. В Муре решили его поймать. Но дело представляется крайне сложным. Ведь заявлений потерпевших нет. Все, кого пытал и грабил Монгол, сидят очень тихо, чтобы не привлекать внимание к собственной преступной персоне. Пожаловаться рискнула лишь пара граждан. И говорили в милиции они явную неправду. Напали, все, отняли. Сколько у тебя было? 500 рублей, что у меня было, все, что нажито непосильным трудом и двое Сережи. Хотя это было не 500, а 50 тысяч. Начинается разработка. Это же серьезная вещь. Это искусство. Как любое искусство, как говорил в свое время криминалист Якимов. Оперативное искусство сродни любому искусству. Когда в банду Монгола порекомендовали нового бойца, неладного никто из бандитов не почуял. А это был сотрудник Мура, который, как Володя Шарапов из легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя», заманит их в итоге в ловушку, вырваться из которой они уже не смогут. Официально Советский Союз никогда не признавал, что у нас есть, например, проститутки. Но во внутренних бумагах, если мы заглянем, например, в переписку, условно говоря, органов КГБ Московского горкового партии, то мы увидим, что четко органы КГБ докладывают, что в Москве имеется 1257 женщин легкого поведения. И, конечно, этот рынок тоже не обошелся без внимания Монгола. Самых известных столичных проституток он использует в качестве информаторов или, проще говоря, наводчиц. Особо ценную информацию всегда давала проститутка Татьяна Нудель, с которой Монгол познакомился в одном из ресторанов. Помимо оказания платных интимных услуг, она еще приторговывала наркотиками и однажды навела Монгола на известного в Москве, как сегодня сказали бы наркодилера, Фатиму Мерзулкаеву. Фатиму знали все столичные наркоманы, которые в то время, как правило, были людьми с очень большими доходами, потому что наркотики стоили в Советском Союзе очень дорого. 50 рублей одна ампула украденного в какой-нибудь больнице морфина, 25 рублей пакетик узбекского или таджикского гашиша. Пол нашей богемы ширялась, на наркотиках сидела, просто не все скончались, как Владимир Семенович Высоцкий, а так многие там сидели. Богемная среда, потому что у богемной среды были деньги на ампулы, которые стоят 50 рублей, а ширяться надо много. Владимир Семенович Высоцкий начал с одной ампулы в месяц, а потом у него в день входило по нескольку ампул. Но официально в Советском Союзе наркомании, как и проституции, не существовало. И все рядовые граждане в это верили. Но руководство МВД руку держало, как говорится, на пульсе и проблему знало. О чем говорят кадры этого служебного фильма под грифом «Секретно», сделанного специально для министра внутренних дел Николая Щелокова. «Стойте! Пройдемте, гражданин, к тому дому, из которого вы вышли. Понятые, прошу обратить внимание. Сквозь эту марлю протирали листья конопли. Непременная стадия изготовления гашиша». Кроме богемы, наркотики употреблял и весь криминальный мир. Особенно так называемые грузинские воры. Милиции было хорошо известно, это главные потребители наркоты в столице. Все преступления они совершали исключительно под кайфом. Дело в том, что грузинские воры не чувствуют себя людьми без наркоты. Были наркоманы и в банде Монгола. Поэтому к Фатиме они отправились с особым настроением в предвкушении добычи наркотиков самого высокого качества. Один рецидивист по кличке Галка нарядился милиционером, другой убийца по кличке Миха был в штатском, изображал сотрудника КГБ. Вот если сложить опять-таки общие сроки вот этой замечательной опергруппы, сроки отсидки, вот реально, сколько сидели вот эти милиционеры в кавычках, ну, порядка ста лет получалось бы заключение. Бандиты быстро нашли наркотики и многочисленные цацки Мерзулкаевой, но понимали, что в доме наркоторговки обязательно должны быть деньги. Они знали, что она держала общак, конкурирующие с ними банды, но Фатима не кололась. Пытать ее пришлось очень долго. Для женщины она проявила невероятное мужество, но в итоге, конечно, сломалась и сказала, где прячет деньги, при этом взывая к совести своих мучителей. Что же вы делаете? Вы грабите своих коллег, в общем-то. Это деньги, которые вы забираете у нас, они должны быть назначены для грева наших людей в Новочеркасской крытке и в Болшевской тюрьме. А я им на этом ангол ответил, что в этих местах держат только одну шпану. Московская милиция в итоге узнает о нападении на Фатиму Мерзулкаеву. Ее долго будут допрашивать и убеждать описать бандитов, превративших ее почти в инвалида. Но Фатима, как и многие другие жертвы Монгола, ничего милиции не скажет. Фатиму долго пытали, там, жгли ей волосы, потом, когда следователи спрашивали, почему у вас волосы с собой жены, она говорила, да ну что вы, что вы, это никакие не бандиты, так у электроплиты там, в общем себя неосторожно повела. Операция по захвату банды Монгола вошла в учебники по криминалистике. Работа Мура была филигранной. День за днем, собирая сведения от внедренных в банду информаторов, милиция сжимала кольцо вокруг этой преступной группировки, которая действовала все наглее и наглее. В банду были внедрены люди, которые участвовали в том числе в преступной деятельности этой банды. Люди рисковали жизнью, понимаете? Люди рисковали своей жизнью. Монгола взяли во время сходки в одном из московских ресторанов. За решеткой оказались сразу 27 человек. И сиська, и палач, и битумщик, и япончик. На допросах предводитель банды вел себя спокойно, потому что был уверен, что у следствия просто недостаточно улик, и нет заявлений жертв. Доказать действительно удалось лишь несколько эпизодов. Монгол получил 14 лет тюрьмы, хотя по мнению правоохранителей безусловно заслуживал расстрела. Здесь опять-таки загадка, почему ему что называется скостили до 14, даже не 15 лет. Ну вот куда-то исчезли вещдоки, порядка 200 золотых монет с адской чеканки, которые были похищены бандой Монгола у домушников. Некоторые следователи, которые вели это дело, полагают, что была, ну это по их версии, была все-таки некая договоренность между судьей и адвокатом. А Япончик в тюрьме пробыл совсем недолго. Монгол убедительно просил его отмазать и всю вину брал на себя. Он видел в Иванькове своего преемника и не ошибся. Япончик стал знаменитым вором в законе и с размахом продолжил криминальное дело. Отсидев 14 лет на свободу Монгол вышел уже коронованным на зоне вором в законе. Был 1986 год. Разгар перестройки. Появились апельсины. Преступники, которые купили воровскую корону за деньги. Все, кого он тряс и преследовал, стали хозяевами жизни. Он сколотил новую банду. Но дело не пошло. Вскоре Монгол скончался от рака, так и не пожив в купленном после освобождения особняке во Франции. Новая жизнь его не приняла. Воровской мир новый был уже другой. Уже пошли другие бригады, пошли уже орехи, пошли уже, понимаете ли, таганские группировки. Им не нужен был совершенно старый преступный мир. новойvor основы, Продолжение следует...